Привет, друзья! С вами Тимур и вы смотрите канал Настолки Лайв. Новости на этой неделе пришлось наскребать по сусекам, видимо все готовятся к Эссену, им не до громких анонсов. Но рассказать все равно есть о чем. Спонсорам, как всегда, огромное спасибо за поддержку и погнали! До конца года на Kickstarter выйдет новая гоночная игра, которая перенесет участников на Марс и посадит за управление летающими мотоциклами. В игре под названием Hoverdome участники будут гнать по футуристичному треку полному препятствий и смертельных ловушек. Осложняться ситуация будет наличием противников, которые наверняка захотят вас подстрелить или просто выкинуть с трека, а победит игрок, первым пересекший финишную черту после двух кругов. Коробка предложит несколько режимов игры, чтобы можно было играть не только компанией опытных игроков, но и даже вовлечь в игровой процесс своих детей. В этом году серия квестов от Bored and Dice под названием Escape Tales пополнится третьей коробкой, которая получила название Children of Wyrmwoods. Она представляет собой мрачную историю молодого человека, судьба которого связана с таинственными силами и тиранией злых людей. Приготовьтесь к захватывающей истории, наполненной неожиданными поворотами сюжета, удивительными исследованиями и интересными головоломками. Новая история принесет и новый игровой опыт. Больше головоломок, система развития персонажа по мере прохождения и нелинейное и сложное повествование. Издательство Eagle Griffon Games представило обновленную версию очень популярной простой карточной игры For Sale, которую мы знаем с вами под названием Продана. Новая коробка получила название For Sale Autorama и будет отличаться от предшественницы дополнительной игровой фазы. Теперь перед тем, как покупать карты, а затем выгодно их продавать, участникам предстоит нанимать советников, которые помогут в этом нелегком бизнесе. Ну и как понятно из названия и иллюстрации обложки, тематика игры тоже изменилась. Теперь игроки будут зарабатывать деньги на спекуляции транспортными средствами. Компания Funko Games анонсировала свою очередную новинку по мотивам известного фильма. Кооперативная игра под названием Groundhog Day перенесет участников в события фильма День Сурка. Игрокам предстоит разыгрывать карты, не имея возможности общаться, чтобы правильно восстановить события повторяющегося дня. А автором игры в очередной раз выступил Проспера Холл, который сделал для Funko Games не одну игру по известной франшизе, включая всю серию игр Funkoverse. Плодовитый Бруно Катало наконец-то показал свою новинку на механике Roll'n'Write под названием Track 12. Игра про скалолазов предложит игрокам создавать цепочки последовательных значений из результатов броска двух кубиков. Полученные значения можно будет складывать, вычитать, умножать или просто выбрать одно из них для того, чтобы выгодно нанести итоговое число на свой лист. Игрок, проложивший путь лучше всех, станет победителем. Игра предложит повышающийся уровень сложностей и три разных блокнота с листами, которые можно будет играть в определенной последовательности для создания налета повествования. Фридман Фриза показал свою новую зеленую игру на букву F, которая получила название FAYUM. Это стратегическая игра с планированием, которая работает на механике, отдаленно напоминающую колодостроение и системе рынка, успешно используемой в игре энергосеть. Игроки будут приобретать и разыгрывать карты, чтобы использовать дороги, фермы и другие строения для повышения своего престижа. Фишка же заключается в том, что вы не обязаны использовать свою инфраструктуру, а можете воспользоваться мощностями соперников. Правда, за это придется заплатить. В конце концов, самый хитрый игрок, который создает лучшие комбинации карт, станет победителем. Портал BoardGameGeek сообщил, что в этом году выйдет переиздание настольной игры «Каркасон. Охотники и Собиратели». Напомню, что данная версия игры меняет объекты на карте и способы получения победных очков. Теперь игрокам предстоит собирать на столе реки, леса и поля, в которых обитает различная живность. Судя по всему, игровой процесс останется без изменений, но зато сама игра получит обновленный визуальный стиль. Так что, если вы вдруг хотели пополнить свою коллекцию каркасонов данным экземпляром, то, возможно, стоит подождать, так как дизайн оригинальной версии, мягко говоря, на любителя. Компания Portal Games анонсировала выход лимитированного издания своей популярной тактической игры Miroshima Hex. Коробка под названием Ear of Moloch Edition будет включать в себя обновленные визуально-базовые армии и игровое поле, пластиковые жетоны способностей, специальный факт по игре и новую кампанию для двух игроков. А поучаствовав в предзаказе игры, можно получить артбук и 14-сантиметровый бюст лидера кибермутантов. Коробка будет доступна для покупки только в магазине издателя по цене 90 евро, а выход игры запланирован на следующий год. И говоря о Нирошиме, не стоит проходить мимо анонса от цифрового подразделения польского издателя. Нирошима Конвой – это карточная игра, в которой человечество подверглось нападению со стороны искусственного интеллекта. Молох возглавляет колонну машин в попытке разрушить Нью-Йорк, но застава на стражи и сделает все возможное, чтобы остановить их. Противники яростно сражаются за каждый район, разыгрывая карты и применяя их эффекты для победы. Игра уже доступна на мобильных платформах. Версия для iOS обойдется нам в 300 рублей, а для Android – в 380. Цифровая версия игры Gloomhaven наконец-то получила долгожданное обновление. Онлайн-кооперативный режим позволяет вам играть по сети со своими товарищами, тренировать свою группу наемников и отправляться в бой с ордами врагов, населяющих мир Gloomhaven. Вам нужно будет проявить стратегию, сплоченность и командную работу, если вы надеетесь одержать победу над своими врагами. Данный режим проходит стадию открытой беты, именно поэтому для игры вам придется переключить свой клиент. Инструкция, как это сделать, находится по ссылке в описании. Издательство Мирхобби наконец-то официально подтвердило выход на русском языке новинки прошлого года под названием «Паранормальный детектив». И пусть вас не смущает название, так как в первую очередь это игра для компании, а только потом детектив. Участники будут расследовать убийство необычным образом, а именно общаясь с духом погибшего, за которого будет отвечать отдельный игрок. В маленькую новость не уместить все описание этой любопытной игры, так что можете посмотреть ее обзор на нашем канале. Ну а пока ждем информации о стоимости коробки. Лавка игр внезапно анонсировала локализацию новой абстрактной игры, которая называется Коапель. В течение партии игроки будут пытаться получить благословение от стетских богов путем создания скульптур в виде змей, а в игре они представлены разноцветными пластиковыми частями. Получая их с рынка, игроки на своих планшетах создают красочные изваяния, чтобы выполнить различные цели и заработать как можно больше победных очков. Игра уже получила восторженные отзывы и высокую оценку на сайте BoardGameGeek, так что ждем с нетерпением. Одной из главных новостей уходящей недели стала новость о локализации издательством CrowdGames игры под названием Tekkenu Obelisk of the Sun. Игра переносит участников в Древний Египет, где им предстоит прославлять богов, обустраивая и расширяя храмовый комплекс. В качестве основной механики в игре присутствует менеджмент кубиков с последующим выполнением действий в зависимости от значения выбранного куба. К сожалению, на данный момент нет никакой информации о цене и сроках выхода игры. Сегодня Gaga Games запускает сбор предзаказов на игру «Длина волны». Напомню, что перед нами игра для компании, в которой команды пытаются угадать не просто слово или ассоциацию. Их задача правильно выставить положение стрелки в диапазоне между двумя крайностями, а цель ведущего каждой команды – дать такую подсказку, чтобы его команда непременно набрала очки. Цена на предзаказе составит 1990 рублей, а в рознице – 2890. В продажу поступила новая локализация от издательства «Стиль жизни» – детская игра под названием «Носочные монстры». В этой игре участники станут эльфами, разыскивающими пропавшие носки. Эльф, первым собравший три пары носков, побеждает в игре. Но сделать это не так просто, ведь «Носочные монстры» постоянно мешают нашим героям. Игра уже доступна для покупки на сайте Игроведа за 1590 рублей. И еще одна детская игра появилась в магазинах, но теперь уже от издательства «Эврикус». «Удачная дорога» – это карточная игра, в которой вы пытаетесь съездить на дачу и обратно, собрав по пути максимальное количество победных очков. Постарайтесь вызвать пробки, когда вас нет на дороге. Внимательно прочтите дорожную сводку и с умом выберите время отправления. Игру можно либо заказать на сайте издателя, либо купить в сети магазинов «Леонардо» за 590 рублей. И это все, друзья, что я смог найти для вас на сегодня. Не забывайте поделиться новостями, а также поставить лайк и нажать на колокольчик. Подписывайтесь на канал и непременно играйте в разные игры. Субтитры подогнал «Симон»!